всем привет дорогие друзья у нас на улице какая-то просто адская жесть у нас очень при очень холодно у нас очень при очень пасмурно ой девочка тут бежит здороваться с вами всем привет ребятки да друзья всем привет скажи всем привет всех люблю всех целую привет только аккуратно не кусай тихонько тихонько тихонечко аккуратно молодец и кушай в общем у нас ребята холод собачий очень-очень холодно на улице вот это про мозг все заговорилось короче этот мелкий-мелкий такой дождик противный ледяной прям и ледяной ветер прям ужасно холодно отвратительно просто прям жесть какая-то все в тумане все затянуло капец я сейчас пришла с улицы сходила в магазин и забрала посылку сейчас вам покажу купила тут баба нина вошла в чат я тут давление 7 мерю несколько дней уже подряд потому что ночами не сплю и у меня вчера давление было в норме а пульс вчера весь день зашкаливал от 96 до 120 представляете туда-сюда скакал про мужа с какой-то так тут я посылку заположит убрала отклеила штучки купила туалетную бумагу и сейчас хочу приготовить лоб сегодня ну такой по-быстрому мультиварки как я люблю готовить так взяла филе куриные что-то захотелось вот таких вот трубочек как из детства со сгущенкой приправа для плова другой не было ну только такая продается с паре вообще выбор небольшой плане там каких-то приправов еще чего-то так один огурец потому что думаю что два есть среди детства салат сделаем так фасоль обожаю фасоль везде ее добавляют на очень вкусно взяла такие вот овощи для жарки попробовать эту ферму рис националь для плова националь рис не люблю но была вынуждена купить потому что в спаре кроме националь не продается ничего я люблю рис global village он прям идеальный этот приходится очень очень долго промывать global village практически один раз полоснул и там уже вода чистая здесь прям жесть какая-то ну ничего не поделаешь так сметана на салат зубная паста сплат хлеб с черносливом черногорский типа бородинского только с черносливом вот это захотелось такого и еще на приправу чтобы было в принципе все вот все мои покупки и все это дело у меня вышло на на 1135 рублей вроде ничего не купила косарь отдала как так то блин вот так что вот так вот так хочу мне тут ну самое дорогое это курица было короче короче вот так на 1000 рублей взяла всего ну туалетная бумага ладно сейчас подорожала дорогая ребят и поставать или открываю так открываю эту штуку она плотно было приклеена здесь просто вскрытая пачка киньте или они сейчас так и делают это или она не должна быть следов спальки никакой нет неужели не пачки с рисом сейчас не запаивают видите то есть как бы здесь не таких полосочек когда спайка идет я в шоке если честно а потом удивляется откуда у них в рисе националь постоянно какие-нибудь букашки заводятся капец ладно сейчас промою будут доготавливать в общем не там мясо мясо и морковь вот пока обжаривается пока подготовлю рис все все закинула рис добавила туда приправы все насыпала сейчас буквально минут 25 и такой экспресс полу будет готов получается очень вкусно от плова который на костре не буду говорить да но который дома на плите готовишь практически не отличить вот что еще что в посылке нашка там что-то скривется ходит в посылке я заказала соль для ванн заказала новые скрабы потому что мои уже для тела скрабы закончились у меня тут знаете какая фигня сейчас основная штатив поставлю и буду вам рассказывать вообще хочу еще в прямой эфир планирую выйти ай ну не знаю сейчас посмотрим стасу напишу во сколько он там у меня домой вернется успеем не успеем вот чтобы его потом покормить еще я последние недели две очень очень плохо сплю по ночам я не знаю с чем это связано но я допустим засыпаю в часов в 11 вечера иногда бывает даже раньше просыпаюсь где-то в час в два и не могу уснуть до 6 утра ровно в 6 меня просто вот так вот выщелкивает вырубает и я засыпаю просыпаюсь 8 и вот представляете уже две недели сплю в общей сложности часа по четыре наверное это просто какой-то прям прям жесть какая-то я не знаю чем это связано каждую ночь одну и тоже меня уже простой мне кажется я уже скоро психом просто стану буду не знаю наверно так с дергающимся глазом ходить ночью переписывалась с девчонками в instagram буквально несколько дней назад в stories ну как переписывалась выкладывал stories что я не могу уснуть и и как бы спрашивал почему что как зачем и многие мне написали что именно вот сейчас в этот период такая фигня причем не спят семьями даже представляете там муж жена и дети например что плохо спят по ночам я не знаю есть у вас такое или нет замечали ли вы за собой такое или нет напишите пожалуйста в комментариях как с этим бороться кто-то мне писал что попей валерьянку на ночь нифига не помогает никакая валерьянка мне кажется это если только что-нибудь посерьезнее пить в плане лекарств мне написали что нужно мелатонин выпить отдавала по моему если не ошибаюсь мелатонин да называется что нужно его пропить пропить пьешь типа и засыпаешь вот думаю до аптеки что ли сходить купить капец какой-то потому что но это не делал не спать потому что я уже реально я понимаю что я просыпаюсь я как зомби вчера у меня вообще я просто я я встала и у меня было состояние как будто я нахожусь какой-то проскратце что и не понимаю где я нахожусь вот начала я еще чувствую что у меня сердце прямо так как будто выскочит сейчас представляете пошла померить давление думаю может давление у меня падает из-за этого не сплю мере давление давление как у космонавта там 115 на 80 120 на 80 в этом промежутке как бы ни ниже ни выше хотя у меня зимой был период куда мне вообще давление было 90 то есть низкое прям давление было 90 там на 60 на 50 то есть здесь нет прямо давление как у космонавта но пульс вчера представляете просто пульс 120 я когда померила у меня чуть инфаркт не случился от того что у меня такой пульс вот потом мерил потом еще через несколько там минут хотел сказать десяток минут померила там через полчаса примерно пульс уже был 96 и вот весь день как бы от 96 97 его до 120 туда-сюда вот в этом промежутке вчера весь день скакал сегодня с утра померили все нормальные давление пульс все хорошее но состояние соно я понимаю что мне не и днем то спать неохота вот че самый прикол то в том что я понимаю что я хочу спать но я не могу уснуть и днем не могу уснуть и меня еще прямо это ты не за микрос эта фигня какая то может это связано с погодой то что у нас погода так резко меняется то есть у нас вчера было плюс 12 сегодня плюс 6 но очень-очень холодно на улице ощущается как ноль наверно может не там сосед какой-то стучит стену может с этим связано я не знаю напишите в общем в комментариях у вас есть такие проблемы или нет и вот заказала себе на сайте как раз заказала себе соль для ванн чтобы перед сном хотя бы я помню что зимой когда есть соли для ванн покупала и вот перед сном делаешь тонн спишь нормально вот и думаю с этим попробую вдруг уснул вдох нормально все будет вот так что вот такие вот дела ребята напишите в комментариях как у вас проблемы есть со сном в этот период или нет вот очень будет интересно и самое главное напишите как с этим бороться очень будет интересно послушать ваши истории потому что это нутро детство какой-то я просто понимаю что я уже знаете как этот половина не соображаешь к то что нет конце концентрации внимания вообще нет я начала все забывать из-за того что не сплю ну прям жесть какая-то вот в общем пишите в комментариях будет интересно я сюда готовлю плов вам покажу что получилось и не знаю думаю может в прямой эфирчик выйду сейчас посмотрим а еще забыл это чё сказать почему и сегодня еще более-менее может и свала и проснулась нормальным пульсом то что я за вчерашний день ни разу кофе не пила то есть я даже утреннюю вот эту чашечку маленькую кофе я не пила вот может может из-за этого еще может я кофе может много пью ну хотя блин 2 2 чашки в день то есть три я как бы редко пью ну прям редко бывает но две чашки я в день пью кофе но это как бы утром и в обед например может с этим как-то связано фиг его знает все не ходила просто это по улице там дождище же идет у нас одевала капюшон и все и вся моя укладка что его там все замки на голове сегодня строила все опять прилизалась бы на 5 напишите мне что этот не начать свои волосы все время поправляешь потому что не нравится как они лежат я вот сейчас сижу смотрю на свое отражение мне не нравится как лежать лежат мои волосы поэтому я их постоянно поправляют вот мы же все женщины все-таки когда видел свое отражение хотим выглядеть лучше и начинаем там что-нибудь себе поправлять где-то вот я думаю что я ни одной женщины не знаю которая видела бы свое отражение и ей бы не нравилось как лежит лежат ее волосы там или как накрашенные губы она бы не взяла и не поправила бы все макияж или прическу вот а вы мне пишите не на почему почему потому что на свое сражение смотрю когда вас когда сами разговариваю снимаю видео вот поэтому так что так вот ребят блин компот пролила обливать компотами компотик тут я вчера сварила сегодня его вот по таким этим расставал сейчас пришла достала попить компотиком кофе хочу сегодня тоже кофе еще не пила хочу кофе но время у нас уже время уже три часа и я думаю что я все-таки не буду его пить проэкспериментирую может мне объявить недельку без кофе и буду снимать видео дневник буду вам показывать шоу первый день я чувствую себя более-менее наподергивается глаз потому что очень хочется кофе там уже на 10 я не могу дайте мне кофейку смотрели бы такой видео видео дневник кофемана блин мне кажется это этот челлендж недели без кофе жака просто просто жака вот чаще хотел вам рассказать там а у меня тут викулька викуля вот чекуля викуля вы ее не знаете но кто на мне в инстаграме подписан может ее и знают но здесь я ее ни разу не показывал вот мы с викой познакомились когда они жили с мужем женихом жили в сочи и у них был свой магазин одежда если помните они мне даже высылали в подарок толстовки такую розовую и бирюзовую толстовку прикольную с надписью вот у них был свой бренд они занимались одеждой плюс еще там недвижкой занимались в сочи жили сейчас они кстати в сочи у них есть кому интересно квартиры которые они сдают но сдают на длительный срок круглогодично то есть там на месяц и неделю на на сутки вам не сдадут но вот круглогодично сдают они там студии с шикарным ремонтом современный ремонт обалденный прям прям клёвый то есть там инстадивы какие могут даже фотоньки ким делать прикольным то есть прям такое хорошие хорошие квартирки студии вот папа 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 если не ошибаюсь по 35 плюс коммуналка то есть для сочи это сейчас дешево вот они короче сдают если если надо кому-то вот можете можете написать ребятам вот и века открыла канал она занимается она фитнес инструктор выучилась на фитнес инструктора такая вся фитоняшечка прям гречи гречом вот и она этот я и давно говорила я смотрю и постоянно смотрю и она там ой там я на этих тренировках туда пошел сюда пошел в инстаграме за не следила я и постоянно пишу груди к открой канал открой канал говорю сделай себе эти тренировки я говорю сама буду по этим тренировкам заниматься игры потому что до сочи теперь уже фиг знает когда доеду чтобы это то чтобы потрениться гранул к ней я бы сто процентов на тренировки вот в реальной жизни бы пошла потому что мне нравится как она ведет то есть сами эти треньки она делает их очень простыми что справится абсолютно любой то есть никаких сложных упражнений там нет при этом тренировки очень короткие эффективные короче я и заставляла заставляла канал открытия на канал не открыла переехали не на пмж в испанию вот буквально несколько месяцев муж назад может но в сентябре может по моему сентябре они уехали в начале или в конце августа переехали в испанию все сейчас живут в испании кстати тоже интересно за ребятами наблюдать в инстаграме это сейчас не реклама это вам говорю про людей с которыми я лично общаюсь и за жизнь у которых я сама лично слежу вот переехали в испанию значит получается века юра и дочка полина вот викулькина дочка переехали дочки 14 лет и они как раз вот она рассказывает у себя в волке ее рассказывает у себя и века рассказывает у себя о том как переехать в испанию какие там документы через через какие какие не визы там оформляли чтобы сейчас пандемию переехать в испанию как там оформляют документы как они устроили в школу ребенка как русской русскоговорящий ребенок учится в школе в испанской даже вообще приндец просто на самом деле очень интересно наблюдать вот и короче века созрела и там на таких шикарных видах испании на побережье она снимает тренировки блин такая прелесть просто и она открыла канал вот она туда сейчас добавляет видосики каждый день по видео то есть короткие там семьи восьмиминутные тренировочки вот которые можно просто между собой сочетать то есть взять несколько тренировок или можно одну тренировку просто зацикливать вот и прям такие прям мне нравится за ней наблюдать как она это все делает вот так что если кому то интересно я в сообществе у себя уже выкладывала на нее ссылку можете добавиться потому что такие треники можно даже дома делать вообще спокойно любому человеку с любой физ подготовкой даже такая как я но я вот тут думаю этот сижу сейчас щечки свои на ела мне кстати кто-то писал что я скулы сделал у меня скулы такие всю жизнь мою были даже когда я очень худая я кстати когда очень худая была чтобы мне сейчас не говорили у меня даже фотографии ездили я очень-очень худая но у меня вот эти скулы и второй подбородок у меня даже очень худой всегда был вот поэтому как бы этот не надо мне там для лякать что похудеете подбородок уйдет сразу ничего не уйдет как я была худой я знаю чем я говорю у всех расстроения разные если у кого-то уходит то у кого-то может и не уйти вот я вот думаю они начать ли мне эти тренировки вот по викулькиной системе ну блин хоть какое-то движение будет а то что мне кажется это сиделось если мы в том году со стасом хотя бы там на стадион ходили что там занимались день через день в этом году вообще облинились просто вообще облинились вот но ну вот он или все на лице как говорится вот я думаю может начать заниматься вы бы стали со мной заниматься ну нет как как со мной с викой я в то что вряд ли буду снимать видео о том как я как каракатиться расти растележиваясь где нибудь дома на коврике в попытке сделать какое-нибудь там упражнение микросет так смешно было бы мне кажется я столько хейта там бы не обрала этот не не как правильно не берусь короче столько опять говна всякого будет не писать поэтому нет снимать тому что я и не буду снимать вот но заниматься может мы вы сделали какой-нибудь с вами чатик закидывали бы туда тренировочку потом отчеты бы между собой какой-нибудь сделали ну так вот не на показ скажем так а вот для узкой компании единомышленник а вот если вам интересно напишите может что-нибудь своими забудьте мы придумаем по этому поводу так что так ребят так чай делаю я мужу хотела написать а у меня сегодня на youtube пришел зарпад представляете за мой канал не нашим я заработал по сословную сумму денег мне кстати писали когда этот когда я про ину судакова рассказал ты пиаришь а сначала про ину судакова мне такой писали потом поражению проекты не иванцы мне такой ты их пиаришь ты на их за счет пиаришься чтобы тебя там где-то что-то как-то чтобы канал свой раскрутить я на канал не наши видео не снимаю вот если кто-то там что-то забыл можете посмотреть когда у меня там видео выходит 1 пятилетку муж какой-нибудь видео это с какой-нибудь рекламкой закину туда или обзорчик какой-нибудь но так я видео туда не снимаю и как бы поэтому мой канал тут не нуждается в пиаре если бы уж я пиарила канал какой-то то это был бы хотя бы шик канал ну это блин нафиг надо короче у меня за прошлый месяц сейчас я вам открою покажу прям покажу вчера мне пришел мне смешно ребят вчера мне пришла зарплата с двух источников дохода это у меня яндекс сейчас я открою а нет это с youtube пришло youtube премиум и доход от рекламы извините пожалуйста сейчас я подождите открою мой доход составил за сентябрь месяц за целый месяц вы представляете я вот сижу и думаю мне каждый день там пишут столько говна я столько огребаю все время вот вот каждый божий день какая-нибудь сволочь на что-нибудь не напишет вот за такую сумму рублей вот смотрите много представляете это вот это моя за вчера начислен доход за сентябрь месяц вот он садить период вот внизу видите написано вот синьки выделены период сентябрь месяц 10 долларов 57 центов сколько у нас там 10 долларов это сколько получается рублей 600 я заработала а вы мне еще говорить о том что этот что блогеры гребут лопатой деньги вот сидишь на нас тут зарабатываешь если бы не твои подписчики не твой это не хатерюги пишут чтобы ты без нас сделала ты на нас деньги зарабатываешь сказала бы спасибо спасибо люди добрые за 10 долларов 57 но это хейтерам сейчас относятся как бы я потому что я давно уже говорю о том что я не гонюсь на русских каналах не зачем я туда даже видео не выкладываю не выкладывают для чего мне это надо понимаете вот мне ездить зарабатывать нормальные деньги в музее блин этот рожак так что вот такая вот мне великая зарплата ребята присоединяйтесь это кстати меня это вот чистый мой доход мне еще кстати нужно налог заплатить представляете с этой суммы это же мне нужно сейчас еще и тогда мне же отчитаться еще за эту сумму надо еще и налог заплачу вот так вот так и живем ой блин это рожака у меня кстати знаете я не выводила деньги с июля месяца с этого канала так у меня там с июля месяца накопилось 48 долларов вот с июля то есть это получается за юнскую зарплату июльскую август и сентябрь 48 долларов класс вот так что вот так вот потому что я ничего не снимаю ничего не выкладываю поэтому я на этих каналах не зарабатываю и смысл опять пиарить каналы пустые на которых нет видео и 1 5 лет кого хожу прям эфир нет смысла нет вот поэтому эти канала я не пиарю салатик среди сам огурцом и зеленью и сметаной и мой плов ты моя любовь очень будем сейчас обедать напишите вы любите такой салат я прям обожаю быстро вкусно и прям ням-ням поехали состав по делам вот нужно сейчас заедем большой спар а чуть этом делать надо за квартиру платить поехали а потом нужно съездить и забрать мой заказ на улице холод собачий все жесть просто мокрый снег с дождем погода отвратительная прям кошмар стас говорит погода клёвая всего один градус и вот просто вот такое вот мисси был это плачет я очень жду с поедем заберем заказ покажу вам что заказала у девчонок цель местных закупок челябинска развить и попить чуть-чуть вот заказала красивый красивый палантин причем в магазинах у нас стоит две с половиной тысячи я заказала что-то поблизи 500 вы представляете халява сушите лифт огонь сверху с музыкой вас приехал заказ запирать всю махом выдали заказ вообще просто пришла отдала 10 рублей не вернули вернули заказ отдали молодцы девчонки работают мамочки в декрете сидят работают совместных закупках и на выдаче и заказов представляете молодцы какие деньги заработают ребят снег тут как отец первый снег это уже второй снег а ну в тот раз же тоже был такой мелкий нет я считаю первый снег это когда он ляжет уже ой москвич не упала почему ходим этими тайными тропами до дома у тебя ключ попасть думаю надо выйти через подъезд еще не выпускает выйти из-за того подъезда и зайти в другой подъезд у нас нанотехнология представляете капец но погода ужасная просто мерзкая ненавижу такую погоду уже бы снег лег и все и было бы хорошо когда вот этот вот блин ледяной холодный тощи со снегом этом мир ставка и говорит что вы хотя нам домофон ничего не скажет больше не работает это а и и и и и и